Здравствуйте! Вы смотрите Главное. Политическая ситуация в стране продолжает вызывать множество вопросов. Сегодня своим видением поделятся представители не парламентских партий, у которых, конечно, есть свой взгляд на процессы, происходящие на политической Олимпе. Сегодня я пригласила в студию Вадима Мишина, лидера партии «Возрождение». Добрый вечер! Добрый вечер! Михаил Петраки, председателя Центрического союза. Добрый вечер! Ну, знаете, в парламент ваши партии не попали, но зато говорят, что большое видится на расстоянии. Мне вот интересно, что видится сегодня вам? Что происходит сегодня на политическом Олимпе Республики Молдова, господин Петраки? Ну, я не хочу надеть на себя тогу, я не знаю, предсказателя, прогнозиста политического или еще чего-то. Но мы говорили об этом в ходе избирательной кампании, что повторение 2009-2010 годов и четырех лет потом такого бездарного управления, такого хаоса и беспорядка и анархии в экономике и во всех сферах, это приведет к плачевным результатам. Мы говорили о том, что эти партии не заслуживают доверия народа и за них голосовать нельзя. Ну, они, как правило, держали и хлеб, и нож, и деньги, и все, что угодно, и масс-медиа в их пользу работали, и обычно использовали этот трех «голосуйте за большие партии», «не голосуйте за маленькие партии», «они не пройдут» и все такое прочее. Тем не менее, общество, скажем так, предоставило им, наверное, последний шанс и проголосовали за них, потому что были два варианта выбора. Это вектор Запад, вектор Восток. И мы отлично знаем, что на протяжении последних 25 лет мы находимся в обществе, разделенном на два таких лагеря, не на демократы и не демократы, а на пророссийских настроенных, или про западных, или про европейских настроенных граждан и избирателей. Ну вот они и проголосовали, предоставили такой шанс. И что самое главное, те, которые были самые рьянные, самые активные, самые, казалось бы, убежденные сторонники европейского вектора развития Республики Молдова и проголосовали за эти партии, они же на второй день стали самыми жесткими критиканами и все такое прочее, эти партии говорят, что зачем критиковать на второй день после выборов, если у тебя была возможность пять лет проследить, проанализировать, делать какие-то выводы. Этого не было сделано. И сейчас вот мы попали в ситуацию, что они не знали, каковы взаимоотношения между лидерами этих партий, или между этими партиями, или хотя бы проследить то, что произошло на протяжении последних полутора лет в рамках или внутри партии коммунистов, или внутри либеральной партии. Что непонятно было, что этих партий раздирают. То есть, вы считаете, что все идет по плохому сценарию, если не скажем? Да, я об этом говорил неоднократно, что вовлечение, участие партии коммунистов вот в таком ансамбле правящем, это было известно за годы, хотя бы как минимум за год до этого. Было понятно, и об этом и говорила и печать, то есть пресса. То есть, вы солидарны, это говорил господин Гимпу, то, что вы сейчас говорите. Не знаю, я Гимпу от Гимпу этого не слушал. Гимпу, он стал таким провидцем после трех с половиной лет совместного управления с теми. Я об этом говорил до того, как Гимпу, как говорится, отразвил сам. И после того, как потерял, я не знаю, одну треть или почти 40% своих депутатов, тогда он стал и вышел, и стал показывать секретные протоколы к соглашению с созданием альянса АИЕ-1, АИЕ-2. Таких героев, знаете, после боя, знаете, как много? Если он знал, что есть такие гвозди, забитые, я не знаю, в чем фундамент этого альянса, что он мог бы просто отказаться, вот как сейчас, и не участвовать. Мы вернемся еще к роли Михаила Федоровича Гимпу. То, что сегодня происходит, это было запрограммировано. Вадим Николаевич, по какому сценарию идет страна? Ну, вы знаете, сложно так однозначно сказать, вот по какому сценарию. Если попытаться оценивать категориями плохо и очень плохо, то, я думаю, идет по плохому сценарию. И буквально в нескольких словах я не буду повторяться все, что Михаил сказал вначале, и с чем я абсолютно согласен. Я только хочу вот начать и очень коротко поанализировать выборный процесс с того момента, когда Петраки абсолютно, на мой взгляд, правильно сказал, что голосовали не за партией. Да это очень плохо. Вы знаете, вот послевоенная Европа, практически ни одна страна никогда не имела такого, подобного голосования. Еще раз говорю, вот это первое, что очень плохо. То есть, голосовать все-таки надо за партии. Голосовать все-таки в стране надо, ну, скажем так, я выразился за партии, правильнее сказать, за идеи. За программы. Совершенно верно, за платформы, за программы. И если партия умеет доказать, что ее платформа и так далее, оставим в покое теорию. У нас же голосование было чисто векторальное сейчас, абсолютно. И ничего больше. А вот теперь давайте чуть-чуть разберемся. Векторальное. В данном случае все было запрограммировано, иначе не могло быть. Потому что европейский вектор последние 2,5-3 года, он ассоциировался с Филатом, с Лянкой, с Герман, с подписанием в Брюсселе. Я сейчас не склоняюсь к тому, что анализировать, что хорошо, что плохо. Ну, бог с ним. Или вы спросите, и будем анализировать, или не будем трогать. Но, по крайней мере, в общественном сознании это укладывалось как евроинтеграция. Это было главным евроинтеграционным движением. Поэтому они ассоциировались, и эти две партии входили вполне резонно и нормально. ГИМПУ, партия, я помню, что вы сказали, что мы вернемся, поэтому не буду подробно. Но ГИМПУ, партия, которая вслед за ними составляла, понимаете, в сознании людей, голосуя, это уже был блок. То есть человек понимал, кто сторонник евроинтеграции, он понимал, что вот он голосует за эти три партии, они составят евроинтеграцию. И там не нужен ни Петраки, ни Мишин, ни Шелин, и так далее. Можно называть десятки фамилий, и все. Другой аспект, тот, пророссийский, там еще хуже ситуация. Там еще сыграла негативную роль уважаемая мною Россия. Они зря сделали ставку на одну партию. Я ничего не имею против Дадона, социалистов. Я с уважением к ним отношусь. Но они сами загнали Дадона в угол. И они сами сделали так, что с Дадоном 4 года никто не будет считаться. Не с Дадоном лично, пусть меня простит Игорь. Я имею в виду... Республики Молдова не будет считаться. Конечно, конечно. Может, сейчас проходит визит в Москву, вы знаете об этом, да? Оставьте в покое этот визит, иначе я его прокомментирую. Какой визит в Думу, когда их принимает оппозиционная фракция? О чем вы вообще говорите? Вы вообще сегодня их принял Нарышкин? Да, это протокольное. Я был на таких приемах 10 раз. Когда Нарышкин заходит, пожимает руку и говорит, такие вы красивые ребята, Молдаване, вы молодцы. И я рад, что с вами встретился. И выходит. Можно я тогда дополню? Я же за справедливость. Я не про справедливую Россию. Но, в принципе, он дополнил, что это единственная сила, с которой, поскольку они заняли пост председателя в комиссии по сельскому хозяйству, господин Нарышкин сказал, что будут теперь решаться проблемы снятия эмбарго и экспорта сельхозпродукции. Людмила, я извиняюсь, не хочу ставить под сомнение то, что вы говорите. Не я говорю, это все информационные агентства. С глубочайшим уважением отношусь. Правда, я это же самое уже слышал. То есть вы в курсе этих новостей? Да. И слышал, когда Дадон три месяца назад уже объявлял, что мы уже все поехали. И яблоки, и сливы, и никто не поехал. Уже три месяца назад объясняли, как наши гастарбайтеры будут бегать сюда, туда, свободно, без ограничений. Никто никуда не побежал к этому столу. Но оставим в покое. Я не хочу выступать критиканом социалистов. А потому что, знаете, как получается, что именно Лево и друг друг друга, вот если бы вы были представители правой партии, вы бы сейчас говорите, да я не буду, вот как бы, дед Дадон делает свою работу. Ну, у вас так принято. Я еще раз повторяю, что я в данном случае не социалистов критикую. Я критикую ситуацию выборную, которая сложилась. И еще раз повторяю, четыре года, если бог даст, они вообще продержатся четыре года. Эта партия будет в труднейшей, вернее, извините, не партия, фракция, будет в труднейшей ситуации. Вы извините, другие не были. А я был в оппозиции в 98-м году. И я знаю, что это такое. И мы три года были в оппозиции в 40-ка мандатами. Вадим Николаевич, ну будьте справедливыми. Все закончилось в 2001 году, что такие были предприняты действия оппозиции, что в 2001 году был взят 71 мандат. Значит, справедливым я буду, но совершенно другой ситуация в стране. Не, ну я правду говорю сейчас, Роман, да, ты все остальное оппозиция так хорошо поработала. Но оно не лепится к нашей сегодняшней ситуации абсолютно никак. Потому что ни в стране не такая ситуация никакая. Не экономическая, не социальная. Я поняла. Нас тогда на волне привела сама ситуация. Нет. Да, и мы работали. Демократов вас привели. Ну, я не знаю. Не ситуация. Демократы. Которые пробили и дорожку, ее настилали и песком, и цветами, и вас привели в парламент. Ну, как хотите. Как хотите, да. Есть это границ. Так же, как сегодня. Точно так же, вот говорит господин Петрахе, как сегодня, то, что делают. Ну, не совсем. Просто левые партии не были сегодня объединены и не выступили единым фронтом. А если бы выступили единым фронтом, повторился бы в 2001 году. Ну, я завершу. Спасибо, профессор Петрахе. Я тоже придерживаюсь. Это мнение остается мнением. Я говорю, что 2001 год сегодня не может повториться ни при каких условиях. Потому что самих условий нет в 2001 году. Это ваше мнение. Хорошо, да. Ну, это мнение. Поэтому, еще раз говорю, фракция социалистов будет находиться, на мой взгляд, все время в очень трудной ситуации. И реального влияния она ни на что оказывать не будет. Да. Может быть много шума, много треска, много знамен, много крика. Но, еще раз повторяю, реальной ситуации, реальное влияние на ситуацию она оказывать никак не сможет. Поэтому мы вынуждены сегодня анализировать деятельность, к сожалению, но этих четырех фракций. Которые сегодня ведут определенную тактическую игру в связи с тем, что происходит на сегодняшний день. Вот мы начали говорить с вами о правящей коалиции, которая сформировалась. Вот, у нас ее назвали миноритарная. Да. Так называется. Так везде называется. То есть я имею в виду, что в конечном итоге пришли к такому решению, да, ЛДПМ плюс ДПМ. Возможно ли были все-таки иные варианты? Либо, вот как вы говорите, предопределено. Ну, я уже говорил об этом до начала. Я предсказывал такой вариант. Это не потому, что я занимаюсь гаданием на кофей. Ну, вот Вадим Николаевич говорит, что у людей было такое твердое убеждение, что именно эти три партии, да, плюс либерал. Все это правильно. Но я должен просто констатировать, что наши избиратели, это не политические аналитики и не прогнозисты, не политологи. Они не могут, не знают информацию изнутри, хотя внешне у них были все данные для того, чтобы не голосовать. Но ввиду, скажем так, императивной необходимости голосовать за Запад или за Восток, это было. И вот они выбрали так. Выбрали Запад? Да, по сути, общество было поделено поровну, что за европейский вектор, что за евразийский. Вы считаете, поровну? Я думаю, что да, поровну. Показывайте, собственно, просто то, что Центризбирком там, я не знаю, сделал, вышло там плюс-минус 2-3 процента. Я думаю, что наоборот. Там показывали плюс 2 за восточный вектор и минус 4 было за европейский вектор. Поэтому, хорошо, допустим, что так, мы уже не будем, потому что не было мешков этих самых протоколов, испорченных или сфальсифицированных. Если это было бы, мы тогда говорили бы по-другому. Или вышли бы на площади и потребовали бы повторения выбора и еще чего-то. Есть факт, данность. В этой ситуации, я думаю, что я вернусь к той мысли, что сделали все возможное, чтобы партия коммунистов не набрала то, что показывали опросы весной. И либеральная партия вообще была выкинута из этого состава, будущего состава правящей коалиции. Но не вышло так, как кто-то прогнозировал. И либералы в конце концов прошли, а коммунисты набрали намного меньше, чем они ожидали. И взаимоотношения между двумя составными и либеральными партиями, я имею в виду ДПМ и ЛДПМ, были такие, они такие же оставались. Потому как ГИМПу он не предсказуем, что бы мы ни говорили. Но он, как правило, гнет или, я не знаю, свою линию, пытаясь, во всяком случае. Но после того, как его кинули так сильно и партию растащили по разным кусочкам, то естественно, что он встал в позу. И все знали, что он никогда не договорится. Я знаю, может быть, более, и вы наверняка знаете, насколько он оттянут, насколько, я не знаю, даже нетерпимо отношение между ГИМП. Но это все знают, что они друг к другу, мягко говоря, относятся не в большую любовь. С одной стороны, есть обязательства перед обществом и перед Евросоюзом, они же подписали соглашение об ассоциации, что мы идем, будем продвигать дальше и реализовать соглашение об ассоциации. Но с ГИМПу он очень неудобен. Он создает очень много всяких непредсказуемых ситуаций. Он может оказаться, я не знаю, как мина замедленного действия, может взорваться в любой момент. А с другой стороны, появились коммунисты с меньшим количеством депутатов, с которыми, насколько я могу утверждать, велись переговоры давно, и они были готовы к такому варианту, к такому сценарию. Поэтому начали разговор с ГИМПу, зная, что он тот упрется и захочет как можно больше. И он оправдал их надежды в плане президента, агента прокуратуры. А потом с ГИМПу невозможно договориться, давай поговорим с коммунистами. Они же начали процесс евроинтеграции. Они были авторами той самой декларации парламента, проголосованной. Единственная за всю историю, насколько я понимаю, парламента, я имею в виду важных документов, всеобщим консенсусом, то есть 100%, никто тогда против, вообще не было ни одного голоса. Они продвигали там, по-моему, президент Воронин приводил каких-то, семь таких этапов, которые были реализованы в партии коммунистов. Они же тоже избраны нашими гражданами, они тоже понимают, хотя коммунисты три раза за год поменяли вектор свой, свою геостратегическую ориентацию. Но это не важно. Задача была в том, чтобы создать некую правоцентрическую, или даже, скорее всего, центрическую, с одной стороны коммунисты, с другой стороны либеральные демократы, а в центре как бы демократическую партию. Создать такой альянс, который мог бы обеспечить гарантии стабильности и спокойствия для ведущих этих политических партий на протяжении четырех лет. И сейчас, я думаю, что наиболее сложная ситуация у либерально-демократической партии и у демократической партии. Потому что, с одной стороны, коммунистская заведа, мы вас поддержим, но мы не вступаем в альянс. Мы не являем, мы не будем правящей партией. Мы просто, осознавая важность того, чтобы органы власти были работоспособными, мы вас поддержим в создании правительства, еще там где-то что-то, а мы не вступим. А либералов отодвинули. Вот и они остались при... То есть, вынуждены были заявить о создании вот этого миноритарного правящего альянса. И ситуация еще более, по-моему, деликатная и даже опасная для этих двух партий. После сегодняшней новости о том, что... Или вчера, по-моему, вечером, когда был указан был... Вчера. Вчера. Президент подпишался вчера. Когда либеральная демократическая партия вынуждена была выдвигать Лянка, и президент, естественно, его назначил. Я думаю, что ситуация наиболее сложная, особенно для этих двух партий, которые составляют миноритарный альянс. Потому что, судя по той информации, которой мы располагаем, Лянка будет стараться оправдать доверие Европы. ГИМПУ также, он поддержит создание правительства, это точно. Вы уверены в этом? Да, я даже не ставлю под сомнение, потому что только в таком тандеме они могут заявить о себе как о силе, которая сможет влиять на акт правления Молдовы следующий, я не говорю сколько, полгода, год или три. Потому что я предсказываю большую, очень сильную нестабильность. То есть здесь с формированием миноритарной. Да, я думаю, что очень-очень многих таких реформатирований, как сегодня говорят, мы будем иметь место, будем сталкиваться. Вадим Николаевич, вот вы хорошо знаете характер Владимира Николаевича Воронина. Вот смотрите, о том, что коммунисты готовы смягчить свою позицию, ведь стало известно еще загодя, да, до парламентских выборов. И зная, что никогда, вот в принципе, он таких заявлений просто так, зная о том, что его поддержит, он не делает. То есть вы согласны с такой теорией, что загодя было известно о том, что коммунисты будут поддерживать вот именно эти силы. И позиция уже ГИМПу это была такова, какова она есть. Вот то, что сейчас говорит господин Петраке. Ну не совсем то, что говорит Петраке, я... Ну поясните тогда. Да, я поясню. Ну, во-первых... Николаевич, он лучше знает, что он знает. Ну, я поэтому и сказала, что человек знает уже давно. Во-первых, я не знаю того, что не знаю. И не буду утверждать, что вот там за забором у ГИМПу говорили то, а за воротами у Воронина то. Ничего этого не знаю, где кто говорил. Я говорю только объективно. То, что есть на поверхности, то, что видно, и то, что реально реальный политик может в данном случае делать, на мой взгляд. То, что они объявили миноритарную фракцию, миноритарное объединение, ничего, коалицию, в этом ничего особенного нет. Это Европа проходила, не одна страна, в том числе наша соседняя Румыния, и нормально это проходится. Оно миноритарно временно, потом кто-то присоединяется, примыкание, и миноритарность переходит в мажоритарность, переходит в нормальную фракцию, и все. Так было везде, так произойдет и у нас. Я в этом практически не сомневаюсь. ГИМПу никуда не денется. Не делайте из ГИМПу великого монстра. ГИМПу сейчас сам себя загнал в угол. ГИМПу пять лет твердит одно и то же. Да здравствует Европа, я без Брюсселя не ложусь спать, без Бухареста не встаю, туда-сюда. И сейчас, когда придут в парламент и скажут, братцы, так голосуйте за европравительство, за евро то, а ГИМПу скажут, я не голосую, не скажет. ГИМПу не глупый политик, и не надо из него делать, вот он, он там чуть ли не шурил, шулер карточный, ничего подобного. ГИМПу в политике довольно последовательный. Если вы обратили внимание, ГИМПу кричал всю выборную кампанию, давай мне НАТО, а сейчас кончилась НАТО. Как только прошли выборы, и НАТО отпало. А НАТО нужно было как фишка выборная. А сейчас ему НАТО не надо. Можно я успею задать в этой связи один вопрос? Это как бы люди, которые разделяют совершенно противоположную точку зрения, они говорят так. Так, действительно, ГИМПу человек, который способен на какие-то политические поступки, и ведет он себя в данной ситуации именно так, что впереди местные выборы. И когда он сейчас, вот ГИМПу кричит не про НАТО, а кричит про то, что смотрите, вот эти с коммунистами, да, есть такое господин Петрайкин? Да, а для некоторых партий, да, вот с коммунистами даже голосовать не то, что входить в альянс, а голосовать. Все правильно. Это считается большим. И ГИМПу себе очень прекрасно на местные выборы. Мы говорим о разных вещах. Но ГИМПу не может их не иметь в виду. Извините, я о НАТО не к этому сказал. Я сказал о НАТО о том, что ГИМПу прагматичные политики. Совершенно верно. Не надо из ГИМПу делать, вот ГИМПу утром проснется. Вот он прагматично подумает о местных выборах и скажет, вот не буду я до местных входить в коалицию. Я очень рад, что у вас такое мнение. Я говорю свое. ГИМПу придет, проголосует правительство Лянко, причем лично ГИМПу двумя руками. И никуда не денется. И даже, извините, мяу, микрофон не скажет. Все, будет ура. Ничего другого нет. Ему ничего другого не осталось. И фракция уже это понимает. Вся фракция ГИМПу это понимает. И сам ГИМПу. ГИМПу сейчас ищет только, как это красиво сказать. Как это красиво преподнести. Как сделать красивую мину при не очень красивой игре. Вот этим он сейчас занимается. Вот и все. А как тогда коммунисты? А вот теперь вопрос, в какой ситуации. Вот тут коммунисты будут как-то солдатская вдова. Которая сама себя высекла. Вот они сейчас идут примерно к той ситуации. Да, мы вас поддержим. Мы проголосуем. Но мы в правительство не идем. Мы проголосуем. Но мы ответственность не берем. Простите меня, уважаемые телезрители. Но чуть-чуть беременных не бывает. Простите, Люда. То есть коммунисты должны в конечном итоге что-то емкое, веское, политически мощное сказать. То есть выйти в Воронину. Не важно кому. Я говорю условно. Поручит решетников. Пусть делает решетников. Но выйти и что-то внятное сказать. Да, братцы. Партия коммунистов целиком и полностью поддерживает евроинтеграцию. И мы голосуем вместе. Я говорю просто. Предполагаю. Это была бы понятная позиция. Или выйти и сказать. Что партия коммунистов не поддерживает. Но если вы обратили внимание. Последние полгода. Не только Владимир Николаевич. И другие. Очень четко пытались разделить евроинтеграцию. Как процесс. От подписанного документа. Воронин даже в нескольких передачах. В том числе по-моему. Если я не ошибаюсь. И здесь четко апеллировал понятием евромодернизация. И все время убеждал. Что Молдове не нужно применять термин евроинтеграция. А нужно применять термин евромодернизация. И очень многие. Особенно журналисты. К этому относились как словесные эквилибристики. Да Воронин мудрит. Ничего Воронин не мудрил. Воронин этим хотел мощно подчеркнуть о том. Что надо колоссальные изменения. Структурные и другие преобразования. Делать здесь. То есть здесь нужна модернизация. А евро. Результатом евроинтеграции все равно должна стать евромодернизация. То есть Молдова должна стать модернизированной. Готовой вступить в Евросоюз. Вот о чем идет речь. Сегодня внятной позиции я пока не видел от коммунистов. Пока не видел. А вы вообще как их роль сейчас определяете? Кто говорит что они нужно все равно говорить что входят в коалицию. А кто говорит да нет все таки давайте их будем считать оппозицией. Конструктивной. Считать или не считать тут никто не может считать. Ну а вот вы что думаете? В парламенте каждая фракция сама определяет кто она. Не политологи со стороны и теоретики. А фракция объявляет. Или я вот действующая мажоритарная правящая партия. Или фракция встает и говорит что я конструктивная оппозиция. Или просто я оппозиция. Будет она там конструктивной или реактивной. Это уже покажет время. Покажет ситуация. Но я оппозиция. Коммунисты сегодня действительно Дадон произнес. И правильно сделал. Дадон четко сказал что фракция социалистов она все она оппозиционная. Там какой это. Он сказал жестко оппозиционная. Ну да. Я еще раз говорю какой она будет реально это другая тема. Воронин опять же не произнес. Ни Воронин ни Иванова. Ну кто там решетников. Не знаю кто из них должен был. Пока не произнес. Но еще раз говорю. У меня такое ощущение. Что они могут доиграться до того. Что они переиграют. Они сами себе гол забьют. И все. И будут в проигрыше. Почему? Потому что сейчас я понимаю. Лянка ведет переговоры. Лянка пришел к коммунистам. Рассказал свою программу. Программа красивая. В программе все написано правильно. Кишинев через три года станет похож на Брюссель. Там Аргеев на Амстердам. Там все красиво. И он точно с этой же бумагой идет к ГИМПу. Но Лянка не глупый. Лянка очень умный человек. И Лянка понимает. Что даже если он одно и то же говорит и коммунистам и ГИМПу. То коммунистам он говорит для порядку. А ГИМПу он говорит. Ну что ГИМПу проголосует. И все. И есть 52 голоса. На сегодняшний день ни Лянка никому ничего не надо. А вот если то что вы уже коснулись. Попытались коснуться там взаимоотношения. Филат, Алянка. Понятия не имею. Считаю их идеальными. Раз Филат встал и произнес. Что единственная кандидатура это Лянка. А вы как считаете? Ну, понимаете, я не могу утверждать, что у меня есть информация. Я поэтому и считаю идеальными. Из первоисточника. Какие вы сегодня. Я просто обращена. Обычно люди даже чего-то не знают. Студии всегда говорят. Да я. Вот скажут. А тут такие скромности. Дело в том, что можно сделать выводы разными способами. Индуктивным, дедуктивным. Исходя из того материала, который имеется на поверхности. Я специально не ищу. Не пытаюсь где-то там проникнуть в какие-то там ниши. Добыть какую-то информацию. Для меня это неинтересно. Тем более, что я могу, скажем так, принципиально, схематично сказать, что там происходит. Потому что для меня это не новости, для Вадима Николаевича не. Дело в другом. Дело в стабильности и функциональности будущего правительства. Вот это вопрос. Потому что все эти игры кто-то тянет дело на себя с какой-то целью. Я не знаю. Создание каких-то там супергарантий для чего-то там. Кто-то для того, чтобы контролировать ситуацию реально. Не важно. Если это правительство будет, скажем так, поддержано чисто политически. Я хочу отметить, что коммунисты могут заявить, что они являются конструктивной оппозицией. Но с момента, когда они голосуют, оказывают политическое доверие правительству, они становятся ответственными за это правление. Поэтому, скорее всего, и в этой ситуации, когда председатель Ворогин говорит, мы будем голосовать, но только не за Лянка. Не за Филата, не за Плаходнюка, не за кого-то там ничего. Да, говорит, кстати, так. Да, но это просто игра для зрителя, чтобы ему более-менее интересно было. А что будет? Воронин сказал, что проголосует за правительство вот этого миноритарное, а только не за Лянка. Вы полагаете, что это игра? Я думаю, что это игра. Потому что, ну, хорошо, дедуктивно я могу сказать, что Филат вынужден был выдвинуть Лянка на должность премьера в расчете на то, что Воронин не проголосует и ГИМПу не проголосует. Вот, видите, а вы говорите, что... А тут получится так. Я думаю, что сам себя, как говорится, гол забьет. Я убежден, что ГИМПу проголосует, поэтому вы можете мне рассказывать, что хотите. Вадим Николаевич, я бы тоже убежден. Причем он изначально проголосовал бы, никуда бы он не делал. Я думаю, что ЛДПМ вынужден был пойти на... Тем более, что это было публичное обещание и решение чего-то там, полицовета или национального. Они как бы последовательно, скажем так, поступили. А сейчас от ГИМПу зависит. Но, опять же, я могу только судить, что если ГИМПу не проголосует, то тогда будет ой-ой-ой. Да. Потому что это будет... Первый провал будет этих двух партий. ЛДПМ и ДПМ, если ЛЯНКО не пройдет и не проголосуют коммунисты или ИЛП. Но коммунисты не проголосуют за конвенсатору ЛЯНКО. Я думаю, что может такой вариант быть, что ГИМПу не проголосует в расчете на то, что будет иметь место переформатирование. Да, то есть замена... Вот смотрите. И ГИМПу в этой ситуации может быть заинтересован в досрочных парламентских выборах. Потому что если коммунисты не проголосуют, ДПМ или ЛДПМ должны были пересмотреть все и выдвинуть другую кандидатуру. Ну, прежде чем мы сейчас начнем, перейдем ко второй части программы, я только вам скажу о том, что сегодня господин Филат и господин ГИМПу обменялись посланиями в Фейсбуке. Господин Филат написал, что он считает, что ГИМПу должен проголосовать за кандидатуру ЛЯНКО. Заговорил при этом впервые. Вот Филат не говорил, но говорил о том, что есть угроза досрочных выборов. И при этом он говорит, что ГИМПу таким образом мог бы доказать, что он не борется за должности, не борется за звание. И это было бы здорово. Ну, Михаил Федорович ответил ему в свойственной ему манере. Ровняй смирно. Да, он сказал... Есть приказ бригадир. Да, бригадир так и ответил. То есть, по сути, ответа нет. Мы сейчас это, наверное, обсудим, как вы это понимаете. Но некоторые поспешили уже прокомментировать эту ситуацию, как то, что не надо было все-таки ГИМПу злить, потому что он и так такой товарищ, который как бы таким... Пытаться его до процесса в чем-то убедить, вообще является делом бесполезным. Не знаю, что на это скажете вы, а мы уходим на рекламу. Реклама на 21-м канале. Вы смотрите программу «Главное». У нас не прекращаются дискуссии во время рекламы. Я хотела бы вернуться к обмену репликами между лидерами партии и обратить ваше внимание на одну простую вещь. Вот смотрите, Филат впервые заговорил о досрочных выборах. Он не сказал, что их нельзя избежать. Нет, но он конкретно сказал, что мы от страны подталкивать. Раньше, после выборов, он говорил, что нет, не будет, коалиция будет сформирована и все будет в порядке. Вот сейчас он говорит об этом. Вот как это нужно понимать, что все-таки, даже если с первой попытки, все-таки, Вадим Николаевич, я знаю ваше мнение, кандидатура Лянко не будет поддержана. То есть, получается, что тогда еще раз будет предложена кандидатура господина Лянко, и тогда уже не обязательно. Ну, во-первых, не обязательно. Я, например, поняла это так. Ну, начнем с того, что чуть-чуть с вами не соглашусь, потому что я сам лично сидя слушал Филата прямую речь, когда дней пять назад Филат четко говорил о том, что досрочные выборы парламентские в республике Молдова, говорил на русском языке и применил термин «губительны». А, ну, понятно. То есть, это не новая его позиция, абсолютно правильная позиция, потому что досрочные выборы действительно абсолютно губительны. Здесь согласна, да. Своё мнение. И гемпоэта понимает не хуже меня и Филата, а ещё лучше. Потому что для него они тоже невыигрышные досрочные выборы. Потому что сегодня, неважно, там, все политологи в сенсоренах или 90% неполитологов, но они видят, из-за кого и что происходит. И всё. И не обязательно человеку всё разжёбывать. Это первое. Теперь второе. Есть два варианта развития событий. Предположим, за лянку действительно вот коммунисты торгуются, гемпу не голосуют. Да, плохой месседж поцелаем и в Европу, и всем европейским партнёрам. И ставим вообще под сомнение умение политического класса Молдовы управлять. Ставим вообще под сомнение всего того, что было достигнуто за эти пять лет. Это они должны понимать все. И я уверен, они все хорошо понимают. Поэтому первое, что я считаю, будет сделано всё возможное, чтобы с первого тура правительство было утверждено. Ну вот я не согласен. И даже невозможное будет делаться, чтобы именно утвердить с первого тура. Вот если вдруг картина разворачивается так, как мой коллега говорит, и гемпу продолжает свою игру, и коммунисты продолжают свою игру, что в принципе не исключено, теоретически не исключено, тогда картина, несмотря на то, что она очень плохая, она позволяет снова два варианта. Или Тимофтий приходит снова с кандидатурой Лянки, и тогда они все запоют уже с других нот и с другого голоса, им некуда деваться. Или приходит с другой кандидатурой, и тогда мы будем рассуждать, наверное, что-то в каком-то другом ракурсе. Тогда подтвердится, что происходит внутри этой партии. Сегодня ещё раз говорю, несмотря на всё, что там просачивается, там что-то, вообще любая партия, большая партия, это очень мощный и сложный организм. Такова и партия коммунистов, такова и это. И какие-то могут происходить недомолвки, недовольства, это не говорит о том, что эта партия не может сплотиться в очень ответственный момент. В данном случае такой момент наступил. У Уэнны говорят время че. Вот оно наступило. И если в этой партии верхушка всё-таки идейно их что-то объединяет, оно сработает. Вы так не считаете. Нет, я прошу оптимизмом. Вадим Николаевич, ну посмотрим. И его озабоченностью о фейсе нашего политического класса, что он скомпрометирует к себе. И страны. А наш политический класс ниже некуда скомпрометировать к себе. Они три года не смогли избрать главу государства. Уже скомпрометирован до этого, считай. Им до, я не знаю, до какой точки интересно это. Не это их интересует. Там, на мой взгляд, первичные или приоритетные совершенно другие задачи. И скорее всего, я так думаю, как говорил известный герой из известного фильма, известном фильме. Что не пройдёт первое правительство Лиангрии. Египту не проголосует. Потому что это своекоростный политический интерес и эгоизм. И он будет на это давить. Поскольку его выкинули, вышвырнули из этого состава. И он будет делать всё для того, чтобы либо идти на досрочные выборы, либо заставить переформатировать и создать правящее большинство в парламенте. Либо так, как он хочет с участием МЛП. Если это не получится, это один вариант со стороны Либеральной партии. Другой вариант может быть так. Расчёт сценарий. Чтобы не прошёл Лянг. А потом уже в самом деле появляется то, что я говорил. Центритское типа, с претензиями на центритское большинство. Из ЛДПМ, ДПМ и партии коммунистов. И тогда проходит всё. Потому что, насколько я понимаю, больше точек соприкосновения между ЛДПМ, ДПМ и коммунистами, чем ЛДПМ, ДПМ и либералами. Я извиняю. Не вопреки их заявлениям о евроинтеграции. ГИМПу прочитывает эту ситуацию? Я думаю, что он прочитывает его. Тогда он вообще ничего не получает. Вашем втором моменте. Вадим Николаевич, я совершенно не согласен. В случае провала формирования правительства... Подсоединяются коммунисты. ГИМПу выбрасывают... Да, да, да. Он знает, что это будет нестабильно. Это он хочет достигнуть. Он идёт по позиции. Ему выгодно, стратегически для партии. Очень интересно. Впереди нестабильное правящее большинство в парламенте и в правительстве. Впереди выборы генерального примара. И он об этом... Выборы, всеобщие местные выборы весной. И он отходит, он толкает этих самых двух партнёров в объятиях партии коммунистов. Партия коммунистов себя дискредитирует. Приходит на смену Дадон с партией социалистов, которая охватывает этот участок политического сегмента, или как мы его назовём. А ГИМП остается свободным на правом поле. После этого либерал-демократам очень сложно что-либо искать там. Я извиняюсь, если можно. Короткое уточнение. 23-летняя история нашей родной с вами республики Молдова говорит о том, что сегменты так не делятся. И те сегменты, которые чётко обозначаются при парламентских выборах, никогда, даже на 50% не срабатывали и не обозначались на местных выборах. То есть, это абсолютно другие подходы, абсолютно другие движущие силы и абсолютно другой расклад. Всё правильно, я согласен. Поэтому, на местных выборах, я не знаю, хочет ли ГИМПу остаться в единственном числе и подталкивать Киртоку сам, или он хочет добиться от Филата и Лупу, твёрдого, честного слова, закреплённого бумагой, что они оба не выставляют реальных кандидатур и поддерживают Киртоку. У него был такой шанс, был господин Стрелец в этой студии и говорил о том, что это обсуждалось и ГИМПу не захотел сказать. Я думаю, что это вообще невозможно даже представить, потому что никто не даст гарантии для Киртока на следующих местных выборах. И это отлично знает. ГИМПу отлично знают и те две созданные, либерал-демократы и демократы. Они уже прошли через эту воду. И никогда они этого не сделали. ГИМПу, заведомо зная, и он не выставляет такое условие, он просто толкает. Нет, вы извините, он такое условие уже выставил. Может, он выставил официально. Естественно, что этой партии... Зачем ГИМПу 100 примаров? Они пока воздержались, никто не отклонил. Зачем ГИМПу 100 примаров? Нет, вообще, как раз они ему предложили ГИМПу, а ГИМПу отклонил. Ему нужен примарк генеральный. Берусь говорить то, что он говорил здесь, сидя, кстати, на вашем месте. Хорошо. Как вам раздел министерств между двумя этими политическими силами? Это неинтересно комментировать. Да, вы уверены, что... Ну, это их дело. Нет, просто говорят, что неспроста делили Министерство транспорта, да, вот за него боролись. Вот ГИМПу тоже же хотел Министерство транспорта, ему сказали нет. Возьми другое, он тоже как бы не захотел. И плюс еще, конечно, главное изменение касается в отношении Министерства реинтеграции. Вот между этими двумя партиями. На что ты делаешь? Ну, вице-премьер по реинтеграции раньше был в ведении либерал-демократов. Теперь это отходит демократов. Ну, это одно из новших. Мы опять должны догадываться, почему это происходит. Да, я могу выбирать. Я вообще не вижу в этом Министерстве реинтеграции, что оно может достичь хоть каких-то позитивных шагов. Поэтому бороться за это Министерство наоборот. Я бы, например, ставлю себя на место их, я бы с удовольствием подарил это Министерство, неважно кому. Жаль, жаль, что так происходит. Учитывая такую важнейшую проблему, Вадим Николаевич. Да, жаль, но, к сожалению, она сегодня такова. Она загнана в такой угол и так далеко, что... Я думаю, что можно, в принципе, предположить, что у демократической партии есть какие-то задумки, есть какие-то... Кандидатуры. Я не говорю о кандидатуре, я говорю об этом сегменте управления страной и об этой задаче разрешить этот конфликт. И, скорее всего, демократическая партия посчитала, что это, как говорят, Кесарево дело, царское, решить проблему реинтеграции страны. Поэтому они взяли это у себя. Я больше не могу какие-то... Версии не гагида. Ну, может быть. Я не хочу гадать, но я не думаю, что Лупу такой политик такого уровня, что он не понимает, что за 4 года ничего они не решат. Приднестровье, как не решили, за 23. Сегодня это понятно всем, кто знает приднестровскую проблему и знает, откуда там ноги растут. Там не важно, кто министр. Можно сделать министерство, можно одного человека. И ничего не будет меняться. Процесс будет идти то чуть лучше, то чуть хуже. Поэтому, когда я слушал Дьякова, когда он предлагал срочно... Нет, просто сейчас многие заговорили об изменении отношения России к самому Приднестровью. А поскольку все говорят, что у Приднестровья нет позиции, что на них влияет Российская Федерация, то стали говорить о том, что, возможно, какие-то будут изменения. Ну, я знаю, что вы с этим не согласны. Я не гадал, как это положение. Да. У меня еще есть к вам два вопроса до окончания программы. Значит, и я думаю, что мы успеем. Прежде всего, вы юристы оба. Что вы думаете по так называемому делу Папука? И еще один вопрос я вам задам по Гагаузии, потому что тоже не могу. Башканские выборы. Вот давайте пока разберемся, что вы думаете. Вот сегодня уже он официально подали на него в розыск. Вадим Николаевич, было 7 апреля, все, что вот произошло. И вот на сегодняшний день, получается, Папук осужден за халатность. Есть в этом политика? Да бесспорно. В чем? Для меня бесспорно. Это значит, за каждое убийство, их 368 в год, в республике Молдова надо снимать и сажать министра. Это вообще нонсенс. Это абсурд полный. Если его посадили не за 7 апреля, его посадили за конкретное убийство этого парня на площади. За халатность. Ну да халатность. Это имелось в виду. Вменили это. И все, ему же не вменили какие-то управления силами и средствами 7 апреля. То есть получается, что на сегодняшний день за все, что произошло. Я далеко не адвокат Папуга, но нельзя в цивилизованной стране, нельзя в стране, которая себя хочет назвать демократической, действовать такими методами. Ну нельзя. Случайно именно сейчас появился этот приговор? Я думаю, что нет. Я не знаю деталей дела. Скорее всего, принципиально это так. Министр является ответственным за поведение своих подчиненных и может быть в ходе этой ситуации. Министр, я извиняюсь, министром можно, скажем, вот в нашей студии, вот если бы вы задали вопрос, а вот хорошим министром был Пламодяло. Ну я, к примеру, говорю, просто не хочу попука дергать. Или хорошим министром был Катан. И мы бы с ним оба, как профессионалы, как юристы, порассуждали. Я бы хвалил, он ругал или наоборот. Не важно. Это другой вопрос. Но вменить министру халатность можно только за абсолютно конкретные действия. Нельзя вменять халатность за руководство министерством. Это глупость. Если он не справляется с руководством министерства, как министр, есть абсолютно четкий механизм. Премьер-министр видит это, пишет на имя президента, что господин президент, у меня министр внутренних дел такой-сякой. Он не справляется. Вот позиции, вот факты. Президент издает указ. Он идет на пенсию или, извините, на другую работу. И вместо него назначает другого человека. Ну, неважно. Или другим министрам. Неважно. Но он и назначается другой человек. Но взять, устроить судебный процесс. Во-первых, уж давайте так. Если это 7 апреля, я вот сегодня, я понимаю, что мы сидим и говорим в эфир, и нас слушают много людей. Ну, пусть кто-то внятно скажет, что произошло 7 апреля с точки зрения юридической. Так две комиссии было. Секундочку. Я сам возглавлял одну из них. И что? Нет, так и что. Знаете, как говорят, так и что. Извините, есть генеральная прокуратура, которая... Понятно. Да, которая должна оценить. Мы передали 8 вот таких папок туда. Но сегодня ничего не слышим. Мы, например, я вслух сказал, что это была попытка государственного переворота. Неудачная попытка. Неудачная, да. Не довели до конца. Ну, это мое мнение. Субъективное мнение. Пусть юриста, но человека, который имел определенное количество материалов. Я же не располагал. Я не допрашивал всех свидетелей. Я не имел права этого делать. И все прочее остальное. Понимаете? Поэтому, ну, вот по Пупуку у меня такое мнение. Я не собираюсь выступать ему адвокатом. И, в конце концов, органы делают то, что они обязаны делать. Но некрасивый. Многие сомневаются в плане того, как это делать. Посты этого дела некрасивый. Хорошо. И выборы в Гагаузе. Что вы думаете о составе участников? Я имею в виду на пост Башкана. Вы очень много комментировали то, что там происходит. И, наверное, не могли не заметить, что все идут у нас сейчас независимыми, Владимир Николаевич. А там всегда все шли независимыми. Ну, почему были? Большинство. Ну, Ирина Влах представляла партию коммунистов. Ну, и что я не прошла? Там удачно представлял партию коммунистов Томонщик. Ну, вот и все. Больше в Гагаузе за время нашего государственного суверенитета ни разу не проходил партийный кандидат. То есть, Гагаузы привыкли к независимому. И это фактор не только, на мой взгляд, касается особенностей национального самобытности, самосознания Гагаузов. Не только в этом дело. Дело в том, что выборы строятся по принципу село. Как избирают народное собрание? Село – представитель народного собрания. Село – депутат народного собрания. Село – депутат народного собрания. Гагаузы к этому привыкли. У них нет другой формы. Поэтому то, что большинство выступают независимыми, это правильно делают. И последнее, чтобы коротко. А им нет выхода от другого. И скажу почему. Позволю себе даже назвать несколько фамилий. Дудогло. В списке демократической партии. Депутат. Ну, я что говорю. Пад демократической партии. Да, в списке и вошел депутатом сюда. Стояногло. Всю жизнь, после зама генерального прокурора, член демократической партии, активный, депутат парламента и ни одного созова, зам предпарламента от демократической партии. Теперь представьте на минуточку. Демократическая партия сегодня входит в команду, которая ведет Молдову четким, правильным, прямым курсом в Европу. Брюссель. Гагаузы пять месяцев назад громко на референдуме сказали, что мы не хотим туда идти. Мы идем туда, в Россию. Тогда как Дудогло и Стояногло должны прийти туда и быть представителями демпартии? Они сейчас говорят, а мы независимы. Какие независимы? Если он депутат парламента Республики Молдова, вот демпартии. Конечно. Вот там почти все кандидаты такие же. Почти. Там сейчас Ирина занимает такую позицию. Независимый. Дай бог ей здоровья. И я очень хорошо знаю и всех остальных. Очень хорошо практически всех остальных кандидатов. Кстати, вы знаете, последнее завершаю, потому что понимаешь, у нас время уже. Да, все время немало. Но такого мощного состава давно не было. Очень сильное. Там вернулся в претенденты Крайтор. Там в претендентах Валера и Неогла, который был Трисозова первым замом Башкана. Ну, то есть там, ой-ой-ой, команда хорошая. Хорошая. Есть из кого выбирать. А дальше уже дело гагаузского народа. Кто как убедит. Я думаю, что выдвижение независимых кандидатов имеет под собой две предпосылки. Ну, во-первых, там традиционно использовали мажоритарную систему по избранию и народных депутатов, или депутатов в народное собрание. И второе, это полное отсутствие доверия у населения гагаузии по отношению к политическим партиям национального масштаба, то есть к кишиневским партиям. Это тоже правильно. Это всегда сказывалось и на протяжении уже 24-5 лет люди там просто не доверяют. Ну, когда были коммунисты, был период, когда доверяли. Ну, это тогда и мы знаем. Это случайная виктория или победа. Ну, не случайно, но тоже имеется. Не случайно, но было такое. В 2001 год, когда на аграрах пошла и гагаузия тогда, тем более имели... Ну, Табунчик очень долго работал. Это был опытный, известный функционер, или, как мы говорим, бюрократ старый, и он прошел. Но больше таких не было. Табунчик просто был действительно, я извиняюсь, что перебиваю, Табунчик сам по себе, кроме антуража, как он говорит, абсолютно правильно, Табунчик сам по себе был очень мощная личность. Можно ярлыки к нему какие угодно цеплять, но первый старь комрадского райкома, награжденный орден Лениным, выведший комрад в число пяти лучших районов, первый зам госплана республики. То есть, сам Табунчик был очень весом. Он был авторитетом. Но я думаю, что вряд ли эти выборы партии из Кишинева оставят без внимания. Потому что проблема гагаузии очень важна, особенно в контексте того, что происходит и в преднестровском процессе, и в контексте того, что происходит за пределы республики Молдова. И от того, каков будет общий настрой, и кто выиграет, какой кандидат, какую политику он будет проводить. От этого очень многое зависит стабильность и, я бы сказал, созидательность в гагаузии. Я благодарю вас за участие. Я думаю, что справедливость ваших слов, конечно, покажет время. И мы тогда с вами будем уже вместе говорить, кто из нас был прав, а кто нет. Я благодарю вас за участие и желаю вам удачи. Спасибо. Спасибо. Вы смотрели программу «Главное». Увидимся уже на следующей неделе. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»